Всем привет! Только посмотрите, какую красоту я сделала. Это домашний лимонад. Сюда насыпала немножко сахара. У меня были замороженные вишни вообще. Я добавляю какие-то сезонные ягоды, но у нас не оказалось такой нормальной клубники. Она какая-то помятая, поэтому для цвета добавила вишни. Один лимон просто хорошенько выжила для того, чтобы, ну, лимонад был кисло-сладким. И второй порезала вот так просто для красоты. Муж купил мяту, поэтому у меня здесь листочки мяты. Заливаю воду, все перемешиваю. И, девчонки, если у вас есть классные рецепты лимонадов, то поделитесь, пожалуйста, внизу не только со мной, но и с другими моими зрительницами. Давайте друг друга как-то вдохновлять и с удовольствием попробую ваши проверенные рецепты. Может, вы знаете, в чем загадка? Мы иногда покупаем вот свежую зелень. Это мята, которую только что вам показывала, поставила на место. Это базилик, а это кинза, чуть искала кориандр. И вот как только снимаешь этот пластиковый пакет, все моментально засыхает. Поэтому я вот так их и держу. А вообще у меня есть такая небольшая мечта. Я не знаю, кто этим будет заниматься, потому что у меня не зеленые руки, скажем так. Я бы очень хотела. Вот здесь у нас, видите, когда открывается окно, выходишь из кухни, и у нас здесь такой приличный участок. Вот, и мы хотели бы здесь посадить какие-то цветочки. И сейчас выбираем себе компанию, которая этим будет заниматься, ну, чтобы газон поменять, все остальное. Вот, цветочки какие-то. Муж присматривает деревья. Я бы очень хотела здесь сделать себе... Блин, наверное, будет шуметь ветер. Ну, извините, давайте я чуть зайду в дом, чтобы не так слышно было. Короче, чтобы меня лучше было слышно. Мне хотелось бы поставить здесь какой-то ящик, что ли, там вот выращивать всякую зелень. Не знаю, вдруг у меня потом не будет желания или времени этим заниматься. И, видите, если я не хочу, чтобы меня кто-то видел прямо до половины, мало ли, может, кто-то любит ходить голышом дома, я как бы в платье, но все равно можно вот так прикрыть, чтобы никто там не смотрел на вас. Это очень удобно. Очень вкусно. Игнашка, любишь? Это цветная капуста. Это калафер по-польски. Любишь? Да, подожди, сырую не ешь. Мамочка тебе сделает. Вот мой ребенок. Игнаш мог бы быть кем-нибудь вегетарианцем. Ему главное, чтобы... Игнаш, ну не надо. Потому что сейчас рассыпется все. Папа только поубирал. Эй, а что ты такой красный? Или ты грязный? Наши дети здесь теперь постоянно грязные. Мы сейчас приехали выбрать для меня велосипед. Я так ждала, когда этот момент наступит. Но сейчас мне начали предлагать то, что мне не нравится, меня не интересует, и еще больше меня разозлили. А для меня это вот наравне с покупкой машины. Потому что, ну это какой-то особый кайф. Я мечтаю о том, чтобы мы всей семьей ездили на велосипедах. Недавно у нас был велосипед подружки. Она попросила, чтобы он у нас переночевал два дня. И мы несколько раз катались. Это просто балдеж. Прям всей семьей сесть и поехать. Видите, сколько здесь ретро-моделей. Но потом оказывается, что у многих из них нет скорости. Или как это называется? Ну типа передач. О, вот наверное так. И все такие модели с интересными элементами. Они предназначены для езды по ровной дороге. Не знаю, потому что 3-4 километра проехать. И все. Поэтому мы рассматриваем разные-разные. И к сожалению, из тех, которые подходят для такой езды, как мы планируем, я выбрала три. Синий, синий и белый. Или надо ждать под заказ. Но многие модели уже распроданы. И вполне вероятно, что я вообще в этом году уже не найду интересующую меня модель в каком-то конкретном цвете. Ну, смотрим. Немножко в шоке. Но оказывается, что моя машина очень даже удобная. И вместительная. Представляете, муж просто запихнул сюда велосипед. Захар, а это мода такая? Шиворот на город. Зато скажи, я просыпаюсь, вас не бужу и сам одеваюсь. А что это ты тут рассматриваешь? Верх ногами, Захар. С этой стороны. Ку-ку. Помните, в Украине мы показывали вам распаковку из интернет-магазина Panama UA? Я заказывала оттуда в основном какие-то детские игрушки, развивающие игры. Часть мы привезли сюда. И сейчас малыши играются. Покажу вам, что нам понравилось. Также там есть и одежда, и для школьников все. И для самых маленьких, вплоть до колясок и памперсов. И тоже зверушки. Зверушки? Живые или нет? Живые. Но Захар чуть-чуть пошутил. Так вот, Захарочку мы заказали детскую карту. Причем он вчера был настолько уставший и бедняга. И он все равно с огромным интересом сидел и рассматривал. Сегодня как только проснулся, попросил, чтобы я ему снова разложила. У меня тут подручное средство. Я все, знаете, так прикрепила. Но надо будет найти или красивую рамку. Или просто хотя бы скотчем приклеить ее прямо над кроватью. Потому что она обалденная. Кстати, не совсем такой уже тонкий материал. Но я не хочу, чтобы она испортилась. Потому что мне здесь такого не достать. Я видела что-то похожее, но не так много картинок с символами. И даже папа одобрил. Он любит географию. И иногда говорит, вот тут вообще ничего не понятно. Ничему не научишься. Давайте глянем на наш регион. Черное море. Вот Украина. Посмотрите, тут тебе и Карпаты, и Казак с Украиночкой. И пингвины. Пингвины внизу, в Антарктиде. Сейчас Захарка там тоже. И что там такое, такое, такое? Захарка, а покажи поезд, на котором папа ехал. Транссибирийский. Да, папа ехал далеко. У нас папа много где был. Мама только о картинках может рассказывать. Короче, картой мы очень-очень довольны. Это недорогое удовольствие. И не какая-то просто глупая игрушка. Очередная, которую ребенок забудет через один день или два дня, в лучшем случае. Поэтому очень советую. И оставлю вам ссылку внизу. Очередная игра из серии «Кто что ест». Может быть, также для деток помладше, чем Игнаша. То есть, там, два с половиной. Мне кажется, уже с мамой можно играться. Заки, дай мама покажет, пожалуйста. Кто что ест. И здесь такие небольшие пазлы. А Белочка ест орешки, Игнаш? Где орешки? Еще. Смотри. Надо просто все разложить. Орешки. Орешки, да. Белочка Игнаша – это вивюрка. Где? Туда. Туда. Загар вот уже взрослый парень. Складывает все. Ой, ты нашел гусеницу и яблоко. Правильно. И вот мальчики сидят, играются. Мальчики уехали, и мама одна осталась на хозяйстве. Покажу вам те игры, которые нравятся не только мне, как маме, но еще и интересны деткам. Мне кажется, что они приносят пользу. Конечно же, это пазлы. Наш Захар очень быстро собирает пазлы. И я даже не заказываю какие-то дорогие, потому что нет смысла покупать прям такие прочные, из плотного картона. Но сколько же ребенок может собирать один и тот же пазл? И супергерои, знаете, то одни, то другие. Вот этот с Рабакаром. И он на 70 элементов. Для маленьких деток не сойдет. Ну, таких, как Игнат, например. И здесь еще и есть плакат. Захар уже сказал, что ему надо повесить. Я разрешаю, я ничего против не имею. Но сейчас как-то он забыл, не просит. Если вернемся к разговору, то я как бы только за. Игнаша наш не очень любит собирать пазлы, но мне кажется, что это хороший тренинг для головы. Поэтому в этот раз взяла такой. Сейчас одной рукой не открою. Это уже такой большой пазл на 20 элементов для более младших деток. Потому что у них должно быть меньше разных таких мелких деталей. И сам материал хорошо, чтобы был прямо поплотнее. Потому что они все по 150 тысяч раз складывают, перекладывают. И чтобы ребенку было более интересно. Видите, здесь вот этот пазл разбирается на разные элементы. И здесь также есть такие тактильные фрагменты. И мне кажется, что такой пазл даже подойдет для деток помладше. В возрасте полтора-два года. Потому что с мамой уже можно начинать собирать. Очень классный подарок. Видите, здесь корова, курочка. Ну, разные звери. На той же панаме мы заказывали две пижамки. Одна нам не подошла. К сожалению, та, которая была предназначена для Захарчика. А вот эта для Игнаши. Очень классного качества. Я как мама довольна тем, что здесь не слишком тонкий материал. То есть она как-то не растягивается, не превращается в тряпку. А Игнаша, потому что здесь супермен. Если так серьезно, то видите, что цвета не перемешались. Не стали какими-то блеклыми. И здесь стандартная размерная сетка. То есть я брала на трехлетнего ребенка. И пижама не впритык. Но она и не какая-то прям на вырост. Поэтому Игнашка без проблем походит в ней, не знаю, там 4 месяца. Где-то так. Короче, пижама обалденная. И еще раз говорю о том, что вот это просто бомбовая игра. Рада же, можно так сказать, для мальчиков, для девочек и даже для взрослых. Потому что приезжал мой двоюродный брат со своей девушкой. И они сидели и лепили. Это вот этот пластилин, который я вам показывала. И мальчишки в таком восторге, что мы даже с собой сюда привезли наборчик. Здесь разные такие штуки для приготовления. Вот, посмотрите, формочки. И, кстати, пластилин не липнет к рукам. Если останется где-то на полу, то он просто высыхает, становится твердым. И вы убираете его пылесосом. И, девчонки, сейчас давайте открою. Ну, с формочками, я думаю, все понятно. Сюда мы выкладываем пластилин. Со второй стороны можем резать. И даже мисочки сделаны. Вот так, видите? Здесь формочки. И ножницы вырезают все зигзагами. То есть, можно просто раскатать пластилин, нарезать. И детки будут очень-очень довольны. Так, можно докупить большие баночки пластилина. Если он засохнет, то все продается отдельно. А вот это просто бомба. Потому что можно выбрать разные насадки. И просто сюда кладем пластилин, выдавливаем. И получаются такие макароны. Короче говоря, я настолько довольна вот этим набором, что я даже склоняюсь к покупке еще одного. Только с какой-то другой тематикой. Возможно, мороженое что-то там поискать. Несмотря на то, что у меня мальчишки. Им очень-очень нравится. Ну, я уже все сказала. Я думаю, что вы поняли. Ссылки и названия еще раз все в описании. А я побежала дальше заниматься своими делами. Субтитры сделал DimaTorzok А вы знали, что рядом с Краковым вот такие горы? Я уже частично вам что-то показывала. Идем, да, сейчас. И вот с мальчиками пришли поискать пещеры. Видите, одна и вторая. А у тебя обувь-внедорожник. Как это сказать? Тереновая. Ну да, внедорожники. Да, буты? В ЦЦЦ покупаю часто. А она новая. Новая, да. Лосоцкий. Линейка такая. А я маму купила. Мамуся купила, да? Блин, какие они смешные. Вот мой красавец. Это, кстати, польская фирма Le Grand. Я сначала хотела купить светлый, но дело в том, что в некоторых моделях был неудобный руль. Прям так высоко. Ну, я попробовала ездить, и мне вообще не понравилось. И мне хотелось купить велосипед, который не слишком будет бросаться в глаза. Вы знаете, что я вся такая нюд-нюд. И мне хотелось что-то универсальное такое. Короче, купила себе поламутровый синий. И мне нравится, что колеса у него такие рыженькие, видите? Ручки. И мальчики под мостом играются. Там нет воды. Сиденье такое. Отдельно докупила себе фонарик, и буду искать металлический, но только чтобы он был сделан из металла. Потому что там были пластиковые, вот прям все поцарапанные. Хочется выбрать какой-то классный такой стильный звонок. Я знаю, что это мои какие-то заморочки. И еще не было красивой стильной корзинки. Прям вообще не было выбора. Все раскуплено, и я буду искать онлайн. Потом покажу вам, и посмотрите. Когда я прицеплю сюда корзинку, будет вообще бомба. И вы знаете, это одни из самых популярных велосипедов здесь, такого плана, именно городских. Но у меня здесь целых 6 скоростей. И как в машине, под горку надо меньше передачу. Ну, смотря как вы там хотите ездить. Короче, я вообще-то, если бы не мой муж, не особо и разбиралась бы, какие там передачи. Господи. А еще некоторые модели были без заднего багажника. Но я хотела, чтобы спереди и сзади был. Теперь вот мы все-таки мобильные. И муж тоже хотел себе какой-то другой велосипед. Но пока что слишком накладно для семейного бюджета. Купили мне. Но если вам интересно, я заплатила 1300 злотых. Ну, да, вот так. Не столько-то мы и проехали. Ну, награда должна быть для мотивации. Папа решил, что у нас эти велосипеды-внедорожники. Папа, мы же не на джипах. Я даже побоялась съезжать оттуда. Посмотрите, какой туман. И мы туда идем. Папа, ну вообще нормально? Ну, хоть цветочки есть. Это радует. Идем-идем, Заки. Смотри, везде уже туман. Я первая доехала до дома. И что сказать? Тест-драйв пройден. Радости полные штаны. Теперь буду крепко спать. Помните, я вам говорила, что в Манго есть красивая сумочка из лозы. В таком стиле, как у меня. Вот она. По размеру они практически один к одному. Но только вот эта с черными элементами. Вообще, в Манго обалденная коллекция. Я себе онлайн много чего заказала. Вот такой образ мне тоже нравится. Видите, на фоне тоже какие-то корзинки. Прямо вообще. Не знаю, все нравится. И вот здесь тоже много платьев миди и красивый белый топ. Вот каждая вещь, девчонки. Серьезно. Я буду ждать скидок, потому что мне вот нравится этот сарафан. Но он слишком дорогой сейчас. Или вот. Ой, по-моему, есть сарафан, который я не успела заказать онлайн. Надо было сейчас подпримерять. Много удобной обуви. Замшевая, кожаная. Посмотрите, в Манго тоже есть очень похожие шлепанцы, как те, которые я покупала в Страдивариусе. И тренчи у них шикарные. Вот, девчонки, когда будут скидки летом, присмотрите себе тренч, потому что... Ну, не обязательно красный, как это бежевый, черный. Потому что это незаменимая вещь весной и осенью. Серьги мне тоже очень нравятся. Вот эти оранжевые хочу купить на распродаже. И я видела онлайн тоже такие плетеные. Типа, как я купила в Страдивариусе, только чуть больше. А вот на бенке из Тужукари в Страдивариусе. Так что ищите в ваших магазинах. Я видела, что многим понравилось. Есть разные вариации. Девчонки, кто искал желтый костюм, у меня немножко в другом стиле. Но вот в Резерв неплохой. И он, кстати, катоновый. То есть летом в нем не будет жарко. Вы видите, что свой я довольно часто ношу, но его уже нет в Заре, потому что я покупала на распродаже. Тоже в Резерв. Очень красивая летняя платьица. И оно из хлопка. А вот еще в Резерв есть эти... Типа, как в туники. Томан будет смеяться. Просто не переносит. Ничего такого. Но мне они так нравятся. Куда-то на пляж. Куплю, наверное, чтобы его раздражать. Ну, хотя бы для футов. Я только что в Сифории смыла практически весь макияж, потому что выбирала средства для бровей. И это выглядело так странно. Я все красила, смывала. Короче, оставила только глаза и брови. И смотрите, какую классную шляпу я нашла. Тут что-то вот вылезло. Можно найти другую. Возможно, я отмерила, не знаю, сколько человек. И, вы знаете, мне такое нравится. Широкие поля. Как-то так лежит. Может, ее как-то выгнуть. И вопрос. Как что-то такое забрать в отпуск? Наверное, в нее надо что-то поскладывать в чемодан. Вот они, эти шляпки. Есть в разных расцветках. Я еще и белую видела. Вам ничего не напоминает? Вот сводч. Это и помада. Матовая помада и карандаш. Но я, наверное, воздержусь от покупки, потому что у меня слишком много таких оттенков. Вчера уже было поздно, поэтому сегодня показываю, что же я купила и зачем, в принципе, отправлялась в торговый центр. И маникюр успела переделать в камере. В принципе, такой неплохой цвет, но в жизни отдает теплинкой. Я такой не перевариваю. И при искусственном освещении казалось, что должен быть таким, как вы видите сейчас. Придется выдержать хотя бы недели-полторы, чтобы не травмировать ногти. Это гириллак, но я не знаю, ни бренд не подскажу, ни цвет. У меня что-то странное происходит с бровями. Я вообще не могу с ними совладать. И мои любимые тени не работают. И что-то такое ужасное. Поэтому зашла в Сифору. Сейчас появились такие помадки от Kat Von D. Они слегка гелевые. Мне это очень нравится. Я сначала хотела купить Benefit, но в конечном итоге нанесла вот эту. И очень даже пока что только один раз пользовалась. Нет, два. Вчера еще тоже. И нравится, посмотрим. Стойкая. Это уже сразу отметила. И оттенок блонда для блондинок, таких как я, классно подходит. А из игрушек вот что купила. Как раз закрашу цены. А то я как обычно забыла. Мы сейчас едем к нашим друзьям. У них есть свои центры Lego. И мне кажется, что детки уже даже не смотрят на Lego. Поэтому выбрала что-то другое. Ася говорила, что они любят разных человечков. И многие детки сейчас собирают игрушки из вот этой линейки, от вот этого бренда Playmobil. И вот в них не так много деталей. В принципе, ребенок сам даже в возрасте двух лет может все собрать. Ну, двух лет, наверное, это я загнула. Ну, трех так точно. И я не хотела брать никаких там пожарных и так далее. Увидела вот это. Потому что мне кажется, что и так у каждого мальчика есть пожарные, полицейские. Вот такие прикольные. И сейчас как раз сезон такой, что может где-то в бассейне поиграются. А старшему, потому что у младшего день рождения, и чтобы старший не обижался, мы всегда тоже приводим какой-то подарок небольшой. Это игра Double. Просто обалденная. Все детки от нее фанатеют. И мальчику 4 года, поэтому взяла 4+. Но если для деток постарше, я сама люблю играться в это. То есть складываешь две карточки, потом надо найти похожие элементы. Ну, не похожие, а такие же. Математик когда-то разработала эту игру. Я как-то показывала вам. И до сих пор считаю, что это прям вообще классный подарок. За, ну, сколько, 12 долларов. Для развития ребенка и родителям интересно. Очень советую. Знаете, кто у нас самый большой Соня в семье? Смотрите, 9.15. Игнаша все еще спит. И вообще не собирается просыпаться. Она уже скоро выезжать. Кто придумал день рождения в 10 часов утра, я тоже не знаю. Пойдем будить Игнашку. Вчера перед сном Захар даже 2 часа поездил на велосипеде. Все равно, блин, не спит. Няш, говорят, что ты похож на маму. Ты согласен? Да. Да? Ну хорошо. Идем кушать, Игнаш. Ты, хомяк. Некрасивый такой глазок показать. Мы на месте. Добрый. На первом был добрый? На первом был добрый, а потом добрый. А на чем ты на первом был добрый? Ну, что я уже не знаю, что я не знаю. Добрый. Супер, я вижу, что тут мы промышленная листья с Даком. Добрый. 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 Говорят, что именно это место они открыли где-то месяц тому назад. И здесь они проводят вот именно занятия во время каникул и дни рождения. Кстати, все уже настолько, не знаю, перенасытились там какими-то фокусниками, шариками, игровыми комнатами. А это что-то интересное. И Асю говорит, что еще не хватает декора, потому что они только открылись. Здесь вот еще один зал. Я вам по секрету скажу, что у них очень мало свободных мест. И они раньше делали выездные занятия какие-то в школы. Но сейчас говорят, что у них график забит и они просто уже не могут. Это вот просто какой-то новый комплекс жилой. Здесь квартиры. Они находятся на первом этаже. Ну и большинство таких новостроек строится именно в современном стиле. У них здесь есть занятия и для самых маленьких, и для деток постарше. Надо посмотреть что-то нам на август. Потому что мы остаёмся без садика. И, кстати, можно оставить с 9 до 4. У них тут все. Разные занятия. И завтрак, и обед, и вообще и отдых тоже. Сейчас спрошу у Аси. Мы, кстати, с ней дружим уже 9 лет. И вот есть специальные занятия для деток таких в возрасте Захара, где они учатся программированию. И это, видите, типа как лего дупло, но это специальные наборы, которые не купишь в обычном магазине. И ещё Ася говорила, что наборы, которые подключаются к компьютеру, потом пишется специальная программа с детками для них. Ну, я показывала, как один работал. Вот. И Ася говорит, что они прям очень дорогие. И сама программа, которая задается, задаются движения этому роботу. Или какой-то машинке тоже безумно дорогие. Я помню, как они начинали там. Один комплект стоил 20 вл. Что-то такое. Классно. Ну и приклеиваем. Ну и приклеиваем. Ну. Клиник может уже отклеить. Пошли ко мне. Тут тебе дам пардер. Вычерами się. Тут. На отклей. До гор. И я. Есть, супер. Вычерами. Ну, зашпеваем также о пистолах. Сол ад. Сол ад. Не жиже, жије нам. Сол ад. Сол ад. Не жије, жије нам. Ёсце раз. Ёсце раз. Не жије, жије нам. Не жије нам. А кто? Солд адзи. Слушайте, на этом, наверное, все, буду заканчивать этот влог Мы с малышами запаковались в машину Надеюсь, вам было интересно понаблюдать за тем, как проходят мои обычные мамские такие дни Ну, точнее, детки ходят в детский сад Но все равно мы стараемся как можно больше времени проводить с ними С переменчивым успехом, иногда это все стоит нам колоссальных нервов и каких-то переживаний Мы как обычные родители И вчера, вот, к примеру, просто, знаете Застрелите меня Ну, Захара отстегнулся ремень У меня высокая машина, и я, в принципе, тоже не модель Иду уже И поэтому, чтобы застегнуть, пристегнуть ремень, мне приходится полностью залезть в машину с ногами И за ребенка просто муж решил, что так удобнее будет Может, ему так и удобнее, но мне не совсем Всем спасибо, что были с нами Мальчики, попрощайтесь, скажите пока-пока Малыши, пока Эй, культура аж прет Ну, пока, скажите Пока Пока Ты же потом сам пересматриваешь 150 тысяч раз видео Игнаш, скажи пока, а? Пока Спасибо Это бывает редко Спасибо Это я говорю Продолжение следует...